Всем привет, меня зовут Надя, я очень рада, что смогла вас заинтересовать своим видео. И сегодня еще один видеообзорчик. Я решила записать видеообзоров в достаточном количестве, потому что альбомчиков в наличии у меня много накопилось, и этот альбомчик тоже в наличии, один из моих первых. Наверное, где-то он либо четвертый, либо пятый, что-то там такое. Этот альбомчик уже давно ждет своего хозяина или хозяйку. Здесь, мне кажется, не очень-то привязано к полу. Этот альбомчик такой, мне кажется, молодежный, яркий, динамичный. В общем-то, он так и задумывался. Здесь достаточно такой яркий декор, да, и он, так сказать, трогательный. Вот тут можно веревочку, ну, как она двигается, да. Здесь еще, не знаю, видно на видео, вот здесь цепочка, она тоже двигается. Она очень хорошо здесь приклеена, да, она не отдирается. Очень объемный декорчик. Магнитная застежка у альбома. Также здесь сама обложка комбинированная. Это замша, и если видно, она покрашена вот тут. Да, я первый раз так делала, что вот так тонировала немножко замшу. Было очень страшно это делать. Дальше здесь просто кожзам на задней обложке и лейбл хендмейл. Ручная работа. Всего альбомчик на три разворота. Это шесть страничек. Размер у него 15 на 20 сантиметров. И так как это один из моих первых альбомчиков, стоимость у него не очень высокая. Не посмотрела. Опять где-то вот тут вот напишу цену. Но помню, что вмещается сюда около 40 фотографий. И здесь разноформатные фотографии. От 10 на 15 до 7,5 на 10. Вот, смотрим. Первый разворотик. Здесь я еще тогда мало знала, что о скрапе. И поэтому завязочки здесь такие самые обычные. По-моему, тут на магнитах тоже есть. Почему-то завязался узел, хотя не должен был. Видимо, я неправильно начала развязывать. Да, вот магнит. Здесь есть. Тут вот так. Здесь декорчик. И это все отгибается. И здесь за конвертик у нас еще все вставляется. Тут карточка и дополнительная подложка. Очень много добавляла здесь машинные строчки, как видите. Вот тут она совсем разная, кривая. Это не случайно получилось, а специально. Вообще, этот альбом задумывался как бунтарский. Подростковый. Ну, у меня вот что-то вот такое было в голове, когда... Вот тут хорошо развелось. Что-то такое было в голове, когда я создавала этот альбом. Вот тут видите, тоже краски. Очень много пачкало. Моя жизнь, мои правила. Как часто говорят у нас. Да? Здесь так, подложки. Я уже сама забыла, как это все открывается. И видите, я пыталась тут сделать такой микс-медийный фон еще тогда. Все тут тонировала. И, о, господи, как это сказать-то? Не рвала, а ножницами вот так делала рваный край. Вот это как называется. Что-то у меня совсем сегодня. Все слова забываются. Не буду завязывать это очень долго. Так, второй разворот. И здесь уже фотографии 10 на 10. Здесь были 7,5 на 10. Тут 10 на 10. Инста-фотографии, ну или квадратные фотографии. Здесь вот такой вот водопадик. Знаки читают тебя. Очень красивая коллекция бумаги. Яркая, динамичная. Мне тогда, я помню, она прям очень понравилась. Было очень приятно с ней работать. И последнее всего три разворота. И вот здесь большие фотографии, рамочки. Насколько я помню, вставляются сверху. Нет? Не помню. А вот сбоку вставляются фотографии. Две 10 на 15. Здесь классный вспомнил на 10 или 10 на 15. Уже сопыл. Здесь вот такая подложка на магнитике. Ее можно убирать. И здесь опять 10 на 10 фотографии. И это все, конечно же, отгибается. Здесь вот этот принт очень классный. Так. И последняя страничка. Здесь вот так. Так. Вот небольшой коновертик для каких-то мелочушек. Также можно маленькие фотографии сюда помещать. Вот тут у меня карточка есть. Есть. И здесь еще вот так. Все. Да, декор, конечно, здесь не такой разнообразный, как я делаю сейчас. Но тогда это было с самого начала. И даже с минимальным количеством декора, мне кажется, этот альбомчик получился очень даже классным, ярким. Сколько раз я это уже сказала, я не знаю. Но я вот так вот его вижу. Пишите в комментариях, как он вам. Имеют ли место быть такие альбомы. Потому что это довольно редкий стиль. Или обычный фотоальбом уже у нас свадебные, семейные, детские. А это такая узконаправленная тема. Обязательно ставьте лайки. И, конечно же, пишите свое мнение. Мне очень интересно знать ваше мнение по поводу моих работ. Так как я, опираясь на ваши комментарии, что-то пытаюсь совершенствовать в своих работах. И делать лучше. В общем, мне очень важно, что вы напишите. В общем, спасибо вам за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok